11.04 в Москве. Доброе утро, друзья. Это Рунет. Сегодня 28 января 2013 года. Приветствую вас. Мы находимся в прямом эфире. Обсуждаем, традиционно обсуждаем события ушедшей недели в области цифрового пространства, интернета, мобильного веба. Дополнена реальность, если хотите, всего того, что, как я часто говорю, становится нашим с вами настоящим из, казалось, еще недавно далекого будущего. Меня зовут Максим Спиридонов, а гость этого выпуска Леонид Тодоров, заместитель директора Координационного центра национального домена сети интернет. Добрый день. Приветствую. Илья Дронов, руководитель LiveJournal Russia. Илья, привет. Доброе утро. Коллеги, как обычно, для вас, как и для наших слушателей, расскажу о главных темах, которые мы сегодня возьмем в основательный разбор. То есть этим темам будут посвящены три главных блока, если хотите, обсуждения. Тема следующая. У российского подразделения Google появился новый руководитель. Наконец-то, что называется, полгода не прошло с тех пор, как ушел предыдущий Владимир Долгов, и вот, наконец, найдена персона на замещение этой прежде вакантной должности. Каковы будут дальнейшие шаги Google в России? Вот это, собственно, и ставит предмет нашего обсуждения. Вторая тема. Конфликт, разразившийся между соцсетью Facebook и компанией Яндекс из-за приложения Wonder. Это первое, пожалуй, столкновение Яндекса и Facebook на, казалось бы, неожиданные территории. И что делает Яндекс в Фейсбуке? Что может мешать Фейсбуку в Яндексе? И станет тема нашего разговора, как и вообще перспективы международных амбиций Яндекса. Наверное, это наиболее интересно. Ну и третья тема, это концепция закона о Рунете, который, или так, информация, которая вылилась в сам Рунет, что несколько его всколыхнуло. По ряду причин, о чем мы будем говорить, ну и о том, к чему, собственно, приведет эта законодательная инициатива администрации президента. Это главное, о чем идет разговор, а сейчас традиционное экспресс-обсуждение. Итак, новости, которые не вошли в основное, но все-таки требуют нашего внимания. Хотя бы по паре слов, коллеги, прошу пройтись. Первая новость. 28 января в интернете устраивается день распродажи. Это сюрприз сегодня. Шестый тейлер, который входит в ассоциацию компании интернет-торговли, объявит в этот день о существенных скидках. Это Vigimart, Enter, Белый Ветер цифровой, 10-е измерение, M-Video, Eldorado. Да. Как вам такая инициатива? Ясно, что это калька с киберпонедельника, кибермандой американского. К чему это приведет, Илья, как ты это полагаешь? Ну, мне нравится идея, потому что нужно как-то привлекать внимание людей к тому, что можно покупать в сети. Активнее. Ну, покупают же уже, да? Ну, все равно. Понимаете, я, когда, например, приезжаю в Штаты, я все заказываю через Amazon. Я практически никогда не хожу в оффлайн-магазин. Я тебе скажу больше, когда я не нахожусь в Германии, где я живу часть времени, я все равно там заказываю. То есть я заказываю там, через eBay, и приезжаю, она у меня по ссылке стоит дома. Да, да, это быстро и удобно. Да, поэтому я думаю, что это надо развивать. Но только здесь нужно, наверное, скорее смотреть не только в день распродажи устраивать, да, чтобы привлекать внимание к самому факту продажи, да, но и заниматься более правильной организацией деливери, потому что все-таки это основная вещь. Ну, как мы знаем, они бьются вообще, об этом говорится на всех конференциях политической коммерции, о том, что, ой, доставка, как это важно. И, в общем, пытаются, насколько возможно. Я думаю, что это очень важно для того, чтобы просто поддержать хорошую форму, маркетинговую форму вот у этих сетей, потому что я думаю, что в ближайшее время, наверное, мы увидим, как на рынок будут выходить новые ритейлеры, в том числе и западные, с уже очень хорошо отработанными технологиями. И конкуренция будет только, конечно, увеличиваться в этом сегменте, тем более, что рынок насыщается. Мы это видим. В общем, нас ждет, если не взрывной, то очень серьезный рост онлайн-торговли. Это, в общем, одна из акций, которая на то указывает. Идем дальше. Франция обложит Google и Facebook налогом. По мнению чиновников, личные данные граждан являются ресурсами для этих компаний, а значит, должны облагаться налогами. Мало того, там еще и зарабатываются деньги немалые на различных рекламных технологиях и сервисах. Насколько оправдано такое заявление Франции, как вам кажется? Вот я бы здесь с удовольствием, если можно, сразу бы сказал. Значит, дело в том, что вообще французские социалисты – это народ особый. И, конечно же, они с завистью смотрят на то, как развиваются компании иностранные, в то время как национальные интернет-компании, к сожалению, пока еще не достигли этого уровня. Конечно же, они стремятся, и это они сами декларируют, сделать Европу не налоговой, вернее так, обеспечить в Европе отсутствие налоговой гавани для интернет-гигантов. И они страшно озабочены, как социалисты, тем, что на самом деле, как они полагают, потребители Google, Facebook, на самом деле работают на эти компании без оплаты, предоставляя им персональные данные, что, на их взгляд, является, конечно, возмутительным фактом. И они, конечно же, стремятся сделать все возможное, чтобы заставить Google платить налоги по кликам. При этом, будучи французами, конечно же, хотят еще сделать бюрократическую над этим надстройку, чтобы были аудиторы правительственные, которые проверяли соответствие кликов, соответствие уплаченных налогов. Илья, будет такое направление иметь продолжение на других странах, тебе кажется? Вот. Проблема в том, что интернет-национальные компании, ну, типа названных, можно дополнить этот список, они действительно, работая глобально, не платят налоги в каждой, говорит, на стране. Ну, или бывает, что не платят. Бывает платят, бывает нет. Да, это и есть основная проблема. Я тут не обращал внимания на то, что именно Франция обложит Google и Facebook сейчас. Франция вообще засветилась тем, чтобы кого-то налогами обложить за последнее время. Но в целом, да, возникает основная проблема относительно того, что компании работают в одной стране, да, платят налоги в одной стране, а реальные услуги и все прочее оказывают. В другой стране, в том числе и ЖЖ нам вменяют то же самое, фактически. Любой компании можно вменять то же самое, потому что в сети нет границ государственных. Здесь, соответственно, нужно либо всем собираться и договариваться, как будет происходить регулирование, либо вводить границы. И по паспорту всем давать там, я не знаю, на CNN доступ. А как вводить границы в виртуальном пространстве, это огромный вопрос. Это вопрос. Ну, в любой случае, любые вопросы все решаются. Но пока нет никаких границ в сети, невозможно ввести налоги во Франции. Ну, в общем, мы живем в ситуации так называемой смены парадигмы, модное слово. И вот такие казусы... Или попытки смены парадигмы. Нет, я думаю, что это уже не попытка, это объективная смена. Деваться некуда. Слишком сильно изменил наш настоящий интернет и вот все то, что с ним связано. Как будет развиваться событие, будем наблюдать. Франция, конечно, не единственная, кто подобное замечает. И, видимо, нечто подобное будет происходить и дальше. Едем к следующей новости. Яндекс начал внедрять новый интерфейс главной страницы, как, собственно, и Лента.ру еще. Вообще, вот эти обновления, они... Почему и включили? Потому что, как мне кажется, еще раз подтверждаются наблюдения всех троспециалистов. То, что любые попытки сделать что-то новое, встречаются малые группы людей с некоторым энтузиазмом умеренным. Ну, или даже большим. И большинство говорит, о ужас, что же вы наделали. Вот в Ленте.ру, одном из ведущих новостных изданий Рунета, ну и в Яндексе отчасти, я такие отклики во многом видел. Вы их увидите вообще в любом сервисе, в котором что-либо изменит. Потому что люди крайне инертные существа. То есть все привыкают к какой-то модели поведения, после чего владелец сервиса эту модель меняет. Да, то есть даже поменяв цвета, вы все равно у людей начинаете... Вы им рвете шаблон, фактически, шаблон потребления. И они начинают... Вы им жизнь ломаете, скажу больше. Да, да, да. Они привыкли к одному, а тут по-другому. Можно я скажу как представитель консервативного, наверное, большинства? Так вот, мне это не нравится. Более того, я умудрился увидеть, ну, Яндекс, хорошо, отдельная песня, потому что там все-таки достаточно разумный интерфейс. Но вот то, что касается Лентеру, то, что касается Газетеру, я увидел удивительную схожесть дизайна и, в общем-то, большое неудобство для пользователя. Мне очень понравилась реакция одного из пользователей, который, кстати, написал, ну, хорошо, вот я все это вижу, а где же устраивать, так сказать, бросание фекалиями-то? Где тут сам форум? Нет, на самом деле через это все проходить будут и всегда... Ну, через это все проходят и проходить будут. Если вспомнить, как Лента меняла свой дизайн, например, Лента, да, сколько там, 6 лет или 8 лет назад? Или 10 лет назад, да, было ровно то же самое. Возмущались те же люди, что им сделали вот тот дизайн, который теперь уже отменили. Сейчас будут возмущаться те же люди. Масштаб другой, там не было полмиллиона человек, как сейчас сутки на страницах Ленты. Ну, там не было тех 12 миллионов в месяц, которые сейчас есть у Ленты. Согласен, но какая разница? В этом случае у вас просто возмущаются, грубо говоря, те же 10%. Большинство людей ведь, оно же не возмущается. Возмущаются просто там 1%, там 10%. Просто они очень крикливые. Недаром Стив Джобс не любил фокус-группы. Вот, они возмущаются, ну и ничего страшного. Это апропо, давайте пойдем дальше. У нас есть еще одна интересная тема. Это, в частности, то, что Рамблер подумывает о привлечении инвесторов, продавца, контекста рекламы, бегун. Многострадальный бегун, иначе не скажешь, потому что он сначала не был продан Гуглу за, кажется, 140 миллионов долларов несколько лет назад. Им запретили. Да-да-да. Ну, там есть слухи о том, что якобы даже на уровне господина Путина это распоряжение было выпущено, то, что не отдадим часть виртуального... ...национального достояния. Да, по-моему, это пространство русского. По-моему, Путин, неважно. В общем, говори медведя, подразумевая Путин. Ну и так далее. Хорошо заметить, не я это сказал. Да уж, да уж. И наоборот. Значит, кто-то из управляющих Верховских сказал, что не надо, и с тех пор у бегуна как-то все не слава богу. Сейчас Рамблер купил половину компании, которая раньше принадлежала Финаму, кстати говоря, собственно, в родственной структуре нашей радиостанции, более того, владеющей этой радиостанцией. Я думаю, понял. Теперь понятно, откуда ноги растут. Нет, кстати говоря, уже вышел Финам, поэтому может говорить все, что угодно, и это не имеет никакого значения. В общем, факт то, что очень большой вопрос, как дальше будет складываться судьба этой структуры, поскольку на сегодня он придал позиции серьезно в отношении Директа и Яндекс.Директа и Google AdWords. И, в общем, это реальная проблема, потому что возможно ее без денег не решить. И в этом, собственно говоря, дело. У нас буквально 19 секунд для того, чтобы закончить. К сожалению, не далось вам высказать. По-моему, уже все сказано. Что, собственно, добавлять? Окей, коллеги, значит, закрываем этот момент и двинемся дальше. Через минуту начнем разбор главных тем недели по версии программы «Рунет сегодня» с новостью о новом руководителе российского Google. Я вот подумал, что хорошо, наверное, что наше обсуждение во время рекламных пауз и во время новостей не слышат слушатели программы. Или, может быть, плохо, и стоит упускать это отдельным продуктом, потому что тоже любопытно происходит продолжение этого разговора. «Рунет сегодня» 28 января 2013 года. Это говорю для тех, кто слушает нас в подкасте. Напомню, что для того, чтобы слушать нас в подкасте, достаточно подписаться на его ленту либо на финам.фм на сайте радиостанции, либо найдя программу в iTunes. И тогда ни один из эпизодов программы не будет вами пропущен, и вы будете остановлены о всех новостях и переписиях интернет-бизнеса, как в интернете, как в «Рунете», так и в глобальном интернете. Напомню, что звучим мы в онлайне на финам.фм, там же, где находятся подкасты, а на радиочистате нас можно найти на 99,6 в Москве. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости упуска, с которыми мы обсуждаем, собственно, новости ушедшей недели. Это Леонид Тодоров, замдиректора акционационного центра национального домена сети интернет, и Илья Дронов, руководитель LiveJournal Russia. Коллеги, продолжим наш разговор. Прежде чем поговорить о новости, которая займет нас на ближайшие 10 минут, у меня вопрос, как вы лично оцениваете позиции Google в «Рунете» на сегодня? Второе место и треть поискового рынка, которые получены за годы экспансии. Это удача или это провал, Леонид? Ну, я полагаю, что здесь можно, на самом деле, с разных сторон об этом говорить. Зайдя сюда, конечно, иностранная компания всегда испытывает некие проблемы, связанные в том числе и с незнанием местных реалий, и с особенностями рынка и так далее и тому подобное. С другой стороны, то, что Google растет и показывает неплохие темпы роста в России, где традиционно сильны очень позиции Яндекса, это, конечно, безусловно, плюс. Ну, я хотел бы сказать, что, на самом деле, Google ведь зашел очень интересно в Россию. Мы об этом должны обязательно помнить, когда будем сейчас говорить об этих пертурбациях компании. Ведь Google зашел не как Google такой единой македонской фалангой, а скорее как некий покупатель небольших компаний, которые потом были консолидированы и которые не несли в себе и на себе вот этой гугловской печати. То есть они не были отлиты в той самой печи, в которой были сформированы по определенному шаблону компании, которые действуют в той же Франции или Великобритании и так далее. Я имею в виду подразделения Google. А компании что за были? Там были куплены кадровые, по кадровым соображениям? Я, вы знаете, вот так далеко в историю я бы не углублялся, просто я думаю, что на тот момент, наверное, казалось разумным для того, чтобы создать какой-то плацдарм для наступления. Я еще раз повторяю, это исключительно мои инсинуации. Вот, наверное, считалось, что лучше купить сейчас вот быстренько парочку местных компаний и потом из них слепить то, что нам нужно. Я просто впервые это слышу о покупке компаний. Я знаю, что там коллектив строился с ноля, может быть, были куплены компании под то, чтобы залить кадры. Скорее всего, как юридические инсуации. Как юридические инсуации, да. Но там же был какой-то персонал, и, наверное, кто-то оставался, а потом кто-то достраивался, знаете, как винтики входили. Я могу ошибаться. Чаще говоря, я не помню историю перехода Google в Россию, поэтому мне как-то затруднительно. Я знаю такую формальную историю, поскольку много говорил с Владимиром Долговым, прежним главой российского Google, о том, что первым сотрудником был он, потом появился еще тот, кто стал директором по маркетингу, сейчас забыл с людьми фамилию этого уважаемого господина, ну и потом достроилась другая компания. А потом устроил очень много всех. Да, это как в анекдоте, да, как вы заработали миллион. Сначала купил яблоко, помыл, потом купил еще яблоко, помыл, а потом получил миллион наследства. Хорошо. Возвращаясь к теме все-таки Google, настоящий момент такой, вот с момента входа на рынок и до момента сегодняшнего дня не просто прошло время и была своя специфика интеграции в национальную среду, в конкуренции с Яндексом, а еще и сама компания интенсивно менялась, потому что Google того периода, 10 лет назад, и Google сегодняшний, это вообще две большие разницы, это огромная разница. Безусловно. Илья, короткая оценка Google на сегодня, удача, неудача? Ну, я бы не сказал, что это удача, потому что результат работы, успешный результат работы скорее является не удачей, а результатом работы все-таки. Удача это когда-то случайно повезло. А понимаешь, они пришли и приложили усилия, да, и их основные усилия были направлены, естественно, на получение доли рынка. С Яндексом тягаться очень тяжело, ну, потому что это локальный игрок, монолитный, и он очень крупный. То есть в реальности, когда Google сюда приходил, у Яндекса был весь Рунет, мягко говоря. Ну, там еще чуть-чуть они с Рамблером делили, за счет чего, в общем-то, Google сначала и рос. Он убил сначала маленького, да, который к тому моменту не очень хорошо себя чувствовал, отхватив его долю и получив для этого полосдарм для дальнейшего роста. А потом уже начал наступление постепенное на Яндекс. Хорошо, я думаю, что мы нарисовали контекст, и сейчас про назначение недели. Генеральным директором российского подразделения Google станет Юлия Соловьева. Ранее она занимала пост президента холдинга «Профмедиа». Как сообщается в пресс-ревизе Google, на новой позиции Юлия Соловьева будет отвечать за стратегическое развитие компании на одном из крупнейших европейских интернет-рынков. Надо сказать, что прежний глава российского Google, Владимир Долгов, он ушел с должности еще полгода назад, как мы говорили. И с тех пор, в каком-то смысле, русский Google был без хозяйского присмотра. В лавке никого не было. И ушел, кстати, Владимир при не очень понятных обстоятельствах, как мне показалось. Тогда было ощущение, что внутри случился некий конфликт, который просто не вышел на публику. И вот найдена персона госпожа Соловьева, которая прежде работала в структурах, которые не очень, ну, буквально повторяю то, что она будет сегодня, чем будет рулить. Профмедиа, скажем, это такой холдинг, скорее медийный, нежели интернет-холдинг. Как вы думаете, что будет делать Юлия Соловьева, какие шаги нам ожидать, насколько она будет самостоятельным или не самостоятельным сотрудником? Ведь, как известно, Google очень активно рулит вручную из главного офиса региональными представительствами. Ну, мне кажется, такая политика и продолжится, по сути. То есть Юлия — это, на самом деле, просто такой корпоративный менеджер, который... Да, но кто-нибудь, вот кроме текущей новости, кто-нибудь помнит ее по каким-то там событиям в медиа, там, освещенном, относительно ее должности в профмедиа? Ну, есть немножко. Я, например, первый раз про нее слышал. Ну, мягко говоря. Я слышал, да. Ну, как бы я слышал, потому что, видимо, больше взрываюсь в медийный контекст. Ну, возможно, да. Ну, то есть, мне кажется, что так все и продолжится. Потому что так построена модель управления Google. То есть это вопрос не к Юлии, это вопрос к Google, по большей мере. Поэтому я не думаю прям каких-то там решений... Да, я готов согласиться, что... То есть про прорывы знамени в руках, то есть не случится, да? Я думаю, что они реально искали управленца, который смог бы управлять процессами и процедурами, а не относительно того, чтобы он придумал, ребята, как нам захватить 100% рынка за год. Конечно, нет. Но вместе с тем я должен сказать, что, наверное, задача расширения продаж ставилась. Безусловно, увеличение объема продаж ставилось. Вопрос тут еще в другом. Ведь Google постоянно занимает сейчас, если мы обратили внимание, вот по прежней новости, оборонительную позицию. Во Франции по одним причинам, в России по другим. Ну, хотя бы вспомнить знаменитое изречение Сергея Брина о том, что Россия — это Нигерия в снегах и так далее. То есть очевидно, что Google не пользуется режимом таким преференциальным в России. То есть его никто не рассматривает как компанию, которая, скажем так, для России работает. Все-таки он пришелец. Все-таки к нему настороженное отношение. И, наверное, сегодня Юлии предстоит нелегкая задача. В рамках тех самых полномочий и учитывая всю систему особого управления ручного в Google, я даже боюсь каких-нибудь обвинений в дефамации, но я предположу, что всякая такого рода большая компания — это, ну, если хотите, своего рода секта. Так вот, в рамках вот очень жестких таких корпоративных управленческих традиций и шаблонов ей предстоит, наверное, переломить это отношение, способствовать какому-то очень позитивному отношению к Google. Потом есть еще одна... А кого позитивному отношению к Google? Я бы сказал сразу и государство, и общество. Потому что, вот, я не знаю, как... И там очень сложно достигнуть, мне кажется. Сложно, да. Я абсолютно согласен. Но надо учитывать еще, что все-таки Google остается поисковиком, вот если брать чисто вот функциональную его принадлежность, да, остается поисковиком для достаточно небольшого количества людей. Вот Яндекс юзует все. Ну, что такое 30%? Это, значит, я говорю сейчас о поиске. Ну, да. Это же очень существенная деталь. Яндекс юзует все, но, например, вот если брать меня, да, то я никогда не пользуюсь поисковиком Яндекса. Меня это не устраивает по целому ряду причин. Не буду сейчас обсуждать это, я просто хочу сказать, что я всегда ищу в Гугле. Но стартовая страница у меня всегда Яндекс. У меня то же самое, кстати говоря. Вот видите, то есть это, мы понимаем, что пока что Google это весьма нишевая такая вот деятельность, и, наверное, Юлии предстоит это развить. Ну, вы, подождите, ну давайте тогда тоже не забывать относительно того, что Google это не только поиск. Согласен. Все-таки. Есть YouTube, например, а это огромный пласт. Google не только, не только поиск. Google гораздо больше, чем Google. А я бы вот сейчас вот к этому, на самом деле, я подходил. А у многих ли есть представление о том, что консолидированный бренд Google покрывает собой и YouTube. Я сильно сомневаюсь, что для наших. А когда нужно, кроме игроков рынка, по сути, это представление. Конечному пользователю единственный плюс от того, что YouTube владеет Google, это то, что люди туда со своего Google аккаунта логинятся, и у них вся история привязана, для них они думают, что это плюс. Да, на самом деле, это подвольтные данные о них. Все яйца в одной корзине лежат. Согласен. То самое, что французы хотят налогам облагать. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот что хочу сказать, значит, в Твиттере Максим Спиридонов, это мой личный Твиттер, который мы используем во время трансляции в служебных целях, мы спросили, что позволило бы Google стать основным поисковиком в Рунете? Вот такие вот ответы мы наблюдаем сейчас. Лучшая локализация всех сервисов. Один ответ. Ну, мне кажется, на самом деле, довольно неплохо они локализованы. Нормально. Далее. Провал маркетинговой работы Яндекса. Ну, это... Ошибки Яндекса смогли бы, да. Да, смогли бы, да. Окей. Еще один ответ такого же, типа, полный провал Яндекса, иначе ничего. Ну, вот еще более такой развернутый ответ. Третье. Более точный поиск. Еще один ответ. Согласно указанному запросу, коллеги практически все пользуются Яндексом. Говорят, привыкли. Вот привычка, на самом деле, это сильная. Это то, о чем мы говорили. Инерция. Да? Инерция, консерватизм. Да, это то, что, кстати говоря, держит не только поисковую аудиторию Яндекса, но и аудиторию Рамблер, например, который давно бы... Да, все еще, да. ...без этого скопытился. Извиняюсь за резкость выражения. Право первой ночи. Еще один ответ такой на вопрос, что бы дало. Ну, вот право первой ночи было у Яндекса. Право первой ночи, интересно, смотря где. То есть, может быть, право первой ночи в нашей третьей новости, ну, например, да. По поводу первой ночи, кстати говоря, у них отчасти оно есть в мобильной среде. Это в смысле Google, конечно, очень сильно... У них есть операционная система. Очень сильно сейчас надвигается на все страны мира. А, кстати, еще стоит не забывать, что у них есть Хром. Да, да. А это очень серьезная вещь. Который потихонечку, да, тоже сейчас, да, 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 начинает завоевывать свою нишу. И даже Яндекс пытался сделать свой какой-то ответ со своим Ябраузером. Да, да, да. Ну, вот не будем расстраивать руководство Яндекса. Окей, да, Хром, кстати говоря, сейчас у меня есть статистика перед глазами, осталось несколько секунд, озвучу ее. То, что Хром постепенно за годы... Хром это браузер Google, надо все еще объяснить для тех, кто нас слушает, кто не в курсе. За годы, за последние два года, получается, смотрю, два с половиной, 6% объема рынка вырос до 23% и продолжает этот рост. В общем, это сильная очень история, которая двигает Google в России, да, впрочем, вообще по миру наверх. После небольшой паузы мы обсуждаем громкую премьеру от Яндекса и амбиции главного соперника Google в России на международной сцене. 28 января 2013 года, 11.31, это 99,6 в Москве. Столько цифр, и все это означает то, что программа «Родонент сегодня» продолжает свое шествие по частоте Финам-ФМ. Напомню о том, что нас можно слушать как в онлайне, в прямом эфире, как это мы звучим сейчас, так и в подкасте, в записи. И тогда не пропустить ни одной программы из нашего цикла, ни одной минуты и секунды даже времени ценных обсуждений, которые мы ведем с моими коллегами, экспертами и специалистами из области интернета. Сегодняшние гости программы – Леонид Тодоров, заместитель директора Координационного центра национального домена сети интернет, и Илья Дронов, руководитель LiveJournal Russia. Меня зовут Максим Спиридонов. Чем дальше, тем больше, подталкивая как естественным желанием менеджмента растить компанию, так и желанием биржи видеть значимые достижения публичной корпорации, Яндекс пытается нащупать точки прорыва за пределы Рунета. — Какие из его усилий на сегодня вам, коллеги, кажутся наиболее результативными и перспективными? Какое из направлений кажется наиболее интересными за пределами России? Леонид? — Ну, я бы сказал, что пока что я видел только удачно проведенное IPO. Что касается различных технологических прорывов, я пока таких вот значимых не видел, я могу ошибаться. Вот то, что мы сейчас сделали, так сказать, титульной новостью, да, вот эта попытка закрепиться на территории Фейсбука, это все-таки, я бы сказал, пробы сил. Хотя, на мой взгляд, это очень правильное направление, потому что все-таки американский рынок — это некий знак качества, и если бы, я надеюсь, все-таки получится там закрепиться, это будет действительно прорывная такая штука. — Ну, я думаю, что они пытаются закрепиться нисколько на американском рынке, сколько просто в площадке в социальной сети. Ну, я имею в виду в самом Фейсбуке как площадке, потому что ориентированы для них на американский рынок, они, скорее всего, ориентированы на русский рынок. — Предложение ориентировано на американский рынок пока что? — Да. — Я просто, я Фейсбуком мало пользуюсь. — Вот, аналогично, аналогично. А Твиттером вообще не пользуюсь? — Нет, Твиттером я вынужден просто пользоваться. Хороши мы, хороши мы здесь эксперты для аудитории. Еще одно наблюдение, то, что чем дальше, тем больше в обсуждениях людей и глубоко из отрасли становится модным, как-то мягко подчеркивать, что я вообще-то социальными системами не пользуюсь. Мы в тренде. Опасненько. Мы в тренде. Поэтому, мне, честно говоря, сложно что-то сказать, но я действительно не видел, то есть я единственное, что знаю про Яндекс, потому что он в Турции вышел. Все. Окей, то есть ты сейчас не про приложение, ты сейчас именно про амбиции Яндекс. Ну да, про амбиции. То есть он просто пытается занять еще какие-то локальные рынки, для того, ну, свободные на данный момент крупных игроков. Есть попытки альянса с Apple на основе карт. Есть вообще карты, которые развращиваются на весь мир из России. Не смотрел туда? Пытался, но не нашел. То есть, если карты, то Google. Все, то есть как бы баста. Потому что все остальное, все остальные карты, которые я видел. Microsoft есть, красивые, в принципе. Они даже красивее визуально для меня, но, не знаю, не работают. А стандартные встроенные теперь в iPhone карты, они как бы вообще никакие. То есть там просто данных нет. Карты тоже неплохие, но как бы красивости я имею в виду. Но там просто данных нет. Поэтому только Google Maps. И Яндексом я пользуюсь исключительно ради пробок. Здесь они, кстати, нишу свою заняты. Безусловно, безусловно. Я хочу сказать, что на самом деле здесь интересный угол, скажем так, переменился зрения. Мне кажется, что очень любопытно было бы подумать на тему того, что любая, в том числе и Google, интернет-компания, могла бы быть успешной, только найдя на местном рынке какую-то свою фишку. Вот паразитировать на, как мне представляется, на уже имеющихся достижениях, уже каких-то разработанных технологиях вряд ли получится. Может быть, в силу консерватизма вот той самой аудитории. Может быть, в силу недостаточного понимания того, что эта аудитория хочет. Я сейчас затрудняюсь сказать. Может быть, какие-то здесь есть маркетинговые, сбой какого-то маркетингового прицела. Но, наверное, имеет смысл, может быть, Яндексу подумать действительно о том, чтобы выйти с чем-то таким, чтобы просто бы сказать себе, ах, ну все. С чем-то таким, особенно русским. Вот местным, своим, родным. В разлив. Но консерватизм не вечен, к сожалению. Безусловно. Нельзя делать ставку с точки зрения бизнеса, потому что ты в конечном счете через 10 лет не останешься даже с теми людьми, которые тебе утверждали о том, что ничего, пожалуйста, не трогайте, и я буду любить вас вечно. Согласен, согласен. Ох, какая глубокая мысль. Я даже не буду шутить. Это то есть шутка, что приготовил. Сейчас о том, как Яндекс хотел Фейсбуку баки забить и что из этого вышло. Социальная сеть Фейсбук блокировала приложение Wander всего через несколько часов после начала его работы. Инструмент, разработанный российской корпорацией Яндекс, позволяет искать информацию в контенте друзей-пользователя в соцсети Фейсбук, в сервисе микроблогов Твиттер, фотоприложений Инстаграм, а также в геолокационном сервисе Форскуэр. Сейчас приложение доступно на iOS-устройствах американских пользователей сети. По утверждению IT-блога Kekcrunch, у Андер был блокирован администрацией Фейсбука из-за нарушения правил сервиса, согласно которым разработчикам запрещено использовать в поисковых системах данные, полученные в соцсети, не имея на то письменного разрешения. Ну а что это, кстати говоря, как думаете, ревность? Вот на мой взгляд, это на самом деле обычный процедурный вопрос. То есть здесь как таковой новости нет. Здесь просто из-за того, что здесь крупный Фейсбук и крупный Яндекс из этого пытаются сделать тему. Здесь темы по факту нет. Фейсбук очень сильно сейчас страдает, в основном в Штатах, а по факту во всем мире, от прайвеси. Они себе столько накопили данных, что любой теперь неправильный чих — это иски, это возмущение толпы людей, и вообще это может привести к реально большим проблемам. И тут, значит, появляется какая-то компания, которая еще и поиск по ним обеспечивает. Это опасно. Тебя сегодня надо цитировать. Вот то, что Фейсбук страдает от прайвеси, мне кажется, надо баналы прибить. Между прочим, это правда. Я вообще вот, если вот брать более широкие, опять же, рамки, да, с чем сталкиваются сегодня Фейсбук, Гугл, да и Яндекс тоже стал, вот сейчас впервые столкнулся, да. Ведь сила, как говорил Архимед, связывает. Они стали настолько большими, что сегодня все большее усилие, когда мы говорим об инновациях, все большее усилие тратится не на инновационные прорывы, не на какие-то новые вот эти фишки, да. А на то, чтобы охранять свои внешние границы. Юристы, я не знаю, там, какие-то еще эксперты, да, правоведы и так далее и тому подобное. Любой чих, действительно, тут же оборачивается для них многомиллионными исками. Правительство разных стран. Вот в этой ситуации, конечно, Фейсбук становится параноидальным по поводу проблемы прайвеси. Конечно, он будет блокировать потенциально любое опасное приложение, будь то Яндексовское или какое-то штатовское. Или Мюнмейморское. Абсолютно. Неважно. Но мы должны это понимать. И, наверное, вот я как раз когда говорил о том, что, может быть, стоит учитывать особенности местного рынка, конечно, Яндексу, может быть, стоило призадуматься о том, что, а не вступаем ли мы на такое минное поле, где нас могут тут же блокировать именно потому, что мы чуть-чуть по-русски, может быть, размашисты. То есть это вот очень такая особая атмосфера, в которой сегодня эти гиганты себя начинают чувствовать. Вот она недружелюбная, она холодная такая. Это касается, как мы говорили, не только России. По поводу самого приложения, функционал, созданный Яндексом в этом приложении, он отчасти дублирует, отчасти даже превосходит анонсированные совсем недавно поисковые технологии самого Фейсбук. И в конфликте с соцсетью Яндекс настаивает, что их приложение не является поисковым движковым электронологом, а следует не нарушает правила сервиса. А Фейсбук, видимо, считает иначе. Вообще, кстати говоря... Ну, здесь, в общем, кто это, кто платит, тот и танцует. Абсолютно. Поэтому Фейсбук считает, значит, нарушает. Какие вопросы-то? Потому что Фейсбуку в конечном итоге потом бодраться с правосудией. Да, естественно, конечно. В Твиттере мы спросили, какие перспективы международной экспансии Яндекса. Я посмотрю, что нам отвечают. Значит, в странах ближнего зарубежья, Восточной Европы и подобных неплохие, дальше призрачные, только за счет новых продуктов. Кстати, напомню, что в Твиттере Максим Спиридонов, да, я не назвал. Именно там мы предлагаем вам отвечать. Это мой личный Твиттер, который мы используем для того, чтобы пообщаться с вами на темы программы. Да, значит, далее, что ожидает? Медленное занятие ниши, может, надо значимого места в конкретных странах, но не глобальная работа в следующие пять лет. То есть, в общем, наш слушатель, по крайней мере, именно этот, прочит Яндексу все еще нахождение в Рунете глобальное. Ну, я бы здесь добавил просто, что на самом деле и с этой точки зрения у Яндекса перспективы-то хороши, потому что, с одной стороны, есть 300 миллионов русскоговорящих людей во всем мире. И есть шанс, как бы, эту аудиторию обаять. С другой стороны, совершенно очевидно, и мы об этом только что говорили, что успехи даже таких гигантов, как Google, весьма неоднозначны в завоевывании именно этой аудитории. Поэтому, ну, кто знает, может быть, на данном этапе Яндексу имеет смысл сосредоточить свои усилия на этой аудитории. Мне кажется, что Яндекс, если не упустил время, то упускает время зацепиться за какие-то такие корневые сервисы, типа поисковой системы, ну, не даже поисковой, типа мобильной операционной системы Android у Гугла, или железок iPad, iPhone у Apple. То есть, что-то такое, чтобы держало пользователя мертво. Мне кажется, у Яндекса слишком маленький рынок для того, чтобы выпускать подобного рода устройства. Соглашусь. Понятное дело, когда ты Facebook, и у тебя миллиард пользователей, и, понятное дело, когда ты Google, и у тебя миллиард пользователей, то ты можешь экономику просчитать, она работает. Конечно, здесь, да. А когда у тебя, ну, сколько там у Яндекса? Ну, пусть будет 150 миллионов, да, охват. И то, это же не таргетированный охват, их еще как-то нужно с ними работать. Он случайный, мягко говоря, по выборке. То, а что ты им? Ты им девайс не продашь. В смысле, в таком объеме, чтобы вложиться в R&D по его разработке и запуску. Операционная система дорогая штука, она очень много денег стоит. Вот еще один хороший ответ из Твиттера на вопрос, каковы перспективы международной экспансии Яндекса, звучит следующим образом. Активность в картах. Мне тоже кажется, что это то направление, которое Яндекс на сегодня либо пытается, либо уже активно развивает, именно на мир, глобально. Ну, да, по новостям развивает вопрос, кто пользуется этими картами на мир глобально. То есть, это же... Это, конечно, очень... Я соглашусь, это очень субъективное мнение. Здесь очень сложно представить себе действительно развитый бизнес такой, который уже в конечном итоге сейчас поделен. Да, развитый бизнес, очень конкурентный в мировом масштабе. Ну, может быть, на какие-то части России, где еще Google, так сказать, не достал и не отцифровал, и которые, может быть, закрыты до сих пор для каких-то спутников, там, наверное, Яндекс бы мог себя проявить. В остальном, сложно сказать. И чтобы это стало вот таким флагманом бизнеса, опять же, не знаю, вот мне что-то не верится. Хоркетчно, что запуск экспериментальной версии приложения стоялся только в США. Да. Более того, даже российские СМИ были вынуждены получать информацию из англоязычных источников. Ну, то есть, запуск состоялся на самом крупном рынке Фейсбука, грубо говоря. То есть, чтобы охватить максимум... Такой кавалерийский рейд в тылы противника. Он может носить, например, в себе исключительно технические причины. Почему именно США? Например, чтобы получить максимальную нагрузку за минимальный промежуток времени. Абсолютно верно. То есть, это... Нам только гадать приходится, это дело неблагодарное. Почему именно США? Именно потому, что нас, да. Нас на открытие не позвали. Нам ничего не сказали. Не было нас на разрезании линдочки. Хорошо. И все-таки, укрупняясь, у Яндекса была Турция, да? Вот мы говорили о том, что... Почему была? Она есть. Да, слушай. Окей, она есть. Мы говорили о том, что обсуждаем в том числе и перспективы в целом экспансии международной. В целом работы Яндекса за пределами Рунета, за пределами России, так более широко скажу. У Яндекса была Турция и есть Турция, но вот по разговорам там пока что больше эксперимента, чем реальных достижений. Куда им еще деваться? Где еще он может биться? На каких рынках с другими игроками? Ну, сейчас с Гуглом получается. Везде он сходится с Гуглом так или иначе или почти везде? Ну, на самом деле, не только с Гуглом, но и с Фейсбуком. Опять же, надо понимать то, что Фейсбук переворачивает представление... То есть он не представление, он переворачивает несколько рынок, да? Почему, то есть, Фейсбук, например, очень активно конкурирует с Гуглом? Потому что модель поиска меняется, да? То есть если раньше ты задавал вопрос, то теперь за счет своих социальных связей ты будешь его получать еще, может быть, даже не задав этот вопрос. То есть в этом плане Фейсбук очень сильно наступает на пятки Гуглу. А следовательно, Яндексу, потому что Гугл и Яндекс — компания одного типа по своей там организационной структуре. Поэтому я бы... То есть если Яндекс будет считать, что единственным его конкурентом является Гугл, это будет просто ошибка с их стороны, которая позволит им неправильно выбрать стратегию. Ну, судя по всему, Яндекс так не считает. Если мы видим, что он использует площадку Фейсбука, я бы хотел сказать, что на самом деле мир-то очень маленький. И куда Яндексу расти? У Яндекса есть Южная Америка, есть Африка и есть Азия, да, с Китаем. Но и там, и там, и там... В Южной Америке Майкрософт очень сильный. Ну, конечно, конечно. Но и там, и там, и там он будет встречать серьезнейшее сопротивление. Поэтому, наверное, опять же, я просто могу угадать, наверное, надо мыслить глобальнее. Вот и все. Окей. Мы будем двигаться дальше. И после новостей обсуждаем еще одну горячую тему прошлой недели — закон о регулировании Рунета. Мы продолжаем. Еще один блог у нас остался. 1.48 в Москве. И вместе с моими коллегами мы обсуждаем главные новости ушедшей недели в интернете, в социальных сетях, в дополненной реальности и иже с ним. Меня зовут Максим Спиридонов. Это программа 28 января 2014 года. Говорю для тех, кто слушает нас в подкасте, а значит в записи. Также мы звучим на онлайн на финам.фм, либо на 99.6 в городе Москва, если вы знаете такой город. Гости передачи — Леонид Тодоров, зам директора Координационного центра национального домена сети интернет, и Илья Дронов, руководитель LiveJournal Russia. Мы сейчас пойдем к следующей теме, которая такая вот волнующая, но коротко решили коснуться того, что обсуждали прежде, по поводу Гугла. Одна из ремарок в Твиттере, в котором мы задаем вопросы, была довольно по делу. Нам она понравилась и, в общем, не успели мы дообсудить ее. Было сказано следующее пользователям Кастал 91. Экий ник. Я думаю, будущее у Яндекса есть в Азии, где нет Гугла. Эта мысль действительно глубока, да? Да, да, безусловно. То есть это хорошая история. В нее именно стоит заниматься. Представить себе, что Яндекс получил каким-то образом преференции по сравнению с Гуглом в Китае, и мир уже никогда не будет прежним. Окей, ну а теперь, собственно, движемся к следующей теме. И прежде чем коснуться ее, хочу спросить такие. Такое, значит, какие инициативы государства, исполнительные и законодательные власти, за последнее время запомнились вам, коллеги, больше всего? Есть ли что-то позитивное в этих воспоминаниях, Илья? Нет, ну, мне запомнились за последнее время все эти вещи, которые наша Государственная Дума принимала в очень быстром режиме. То есть там, знаете, давайте сделаем все три чтения за 24 часа. Такого рода, да? Соответственно, все, то есть там и закон о митингах, и закон о защите детей от вредной информации, причем сам по себе закон-то неплохой, вопрос всегда в правоприменительной практике. Породивший этот пресловутый реестр запрещенных сайтов? Да, безусловно, да. Ну, как бы породивший это как следствие, да. Кстати, в этот реестр входит не только данный закон, но еще и решение судов. Почему-то об этом никто не говорит, хотя на самом деле это является более серьезной составляющей этого закона. Вот, соответственно, такие вещи, да. Ничего такого другого интересного. А, ну вот мне нравится закон о запрете на курение в общественных местах. Вот это мне нравится. А он проходит уже? Да, то есть его сейчас рассматривают. Более того, я даже сам писал на эту тему у себя в ЖЖ большой пост о том, что я его поддерживаю. Я даже проводил опрос курильщиков, и большинство курильщиков его поддерживают. Потому что хочется приходить в пиццерию, чтобы там пахло пиццей, а не сигаретами. И в кофейне кофе. Да, вот это, вот это хорошее. Я снова сошлюсь на свой опыт. Немецкий, поскольку, как говорил, не раз живу в двух странах, параллельно очень сильно изменилась ситуация, когда в Германии, в Баварии, в частности, в какой-то момент ввели этот закон. То есть, действительно, в кафе стало приятно находиться. Прежде было неприятно, во многих, дым коромыслом, а тут приятно. Причем курильщики реально выжили. Вот никто не умер. Я не видел ни одного трупа на улице. Леонид, что вам запомнилось? Я должен сказать, что, если отвлекаться от курения, значит, я вижу некие подвижки, и очень меня радуют они в области, то, что мы условно называем кибербезопасностью. Потому что, наконец-то, я обнаружил некий такой дрифт в сторону от причитаний и такого вот проповеди информационной безопасности, как попыток оградить нашу уникальную культуру и нашу особую мораль, нравственность и так далее, природный наш российский дух, от чужеродных растленных влияний, которые вот охватывают, захватывают таким душным клубком. К более серьезному такому, более осмысленному пониманию, что это очень серьезные, действительно, проблемы. В частности, я бы упомянул прошлогоднее такое постановление Совета безопасности Российской Федерации о том, что необходимо защищать критическую инфраструктуру Российской Федерации от различного рода таких вот компьютерных атак, как было сказано. Вот в том документе уже впервые на моей памяти не прозвучало слов информационная безопасность, вот как раз в том контексте, да, то есть покушение на нашу такую вот духовную невинность. Вот, поэтому я думаю, что есть какие-то движения. Конечно, это очень такой сложный процесс, потому что там взаимодействуют различные силы, но тем не менее, мне кажется, позитив в области кибербезопасности потихонечку появляется. Сейчас, тем более, вот в Совете Безопасности, прошу прощения, в Совете Федерации тоже начала обсуждаться какой-то концепция подходов к решению проблемы кибербезопасности в виде такой стратегии кибербезопасности для Российской Федерации. В общем, есть, есть чему порадоваться. Ну, хорошо. Итак, о законе по регулированию Рунета. Администрация президента России готовит закон, который регулирует русский сегмент интернета. В средствах массовой информации была опубликована концепция закона проекта, из которой следует, что авторы документа ставят своей целью создать условия, необходимые для реализации информационных прав граждан на безопасное использование сети интернет. Для этого предлагается отрегулировать все сферы деятельности Рунета, включая вопросы защиты авторских прав, работы электронных платежных систем, а также персонификации ответственности пользователей сети. Средни о том, что власти разрабатывают проект закона о Рунете, появились еще в конце прошлого года, если вы помните. Затем в начале прошедшей недели в сети появились скриншоты концепции закона проекта регулирования сегмента Российской Федерации в сети интернета. По слухам, в минувшую среду должно было пройти совещание в администрации президента Российской Федерации на концепции закона. Однако оно было отменено, как только информация о нем просочилась в прессу, что само по себе несколько странно. Ситуация выглядит запутной, поскольку в разработке закона не принимает участие не только представители отрасли, но даже и Минкомсвязи. Ряд аналитиков опасается, что закон напишут и примут без привлечения экспертов отрасли, как это уже было во время принятия закона о защите детей от вредной информации. То, о чем ты или я говорил. — 139-й ФССР. — Да, 139-й ФССР. — Да. Разумное регулирование нужно любому цивилизованному явлению. Рунеттос, собственно, является он крупный достаточно. Но откуда столько тумана? Вот такой вопрос. Почему к разработке не привлекают специалисты отрасли и Минкомсвязи, люди, которым, по идее, с этим и работать? — Ну, я бы сказал так. Давайте начнем немножко с другого. Вот я сейчас смотрю на это все, на эти скриншоты, да, я не кювье, не палеонтолог. То есть по этим скриншотам невозможно восстановить, на самом деле, с какими намерениями руководствуются авторы. Но я хочу напомнить, что до этого существовал, очень долго плавал так в пространстве проект закона, который разрабатывали под руководством Михаила Александровича Федотова об интернете. И тогда общая позиция была такова, что закон не нужен, потому что все, что есть в оффлайне, все, что уже регулируется оффлайн, собственно говоря, равным образом проецируется на онлайновую среду. Наверное, ситуация поменялась. Не могу быть убежден до конца, но предположу, что ситуация поменялась. Может быть, такой закон и нужен. Я готов согласиться, что вот в чем Роберт прав, на мой взгляд, в том, что комплексно на интернет, я не буду специально оговорюсь, не буду говорить о Рунете. Секундочку, Леонид, Роберт, сейчас Роберт Шлегеля говорите. Да. Мы еще его вспоминали, поэтому... Роберт Шлегель, да, один из авторов очевидно. Депутат Госдумы, один из авторов законопроекта. Вот комплексно на интернет. Еще никто не смотрел его с точки зрения регулирования. Значит, я думаю, что вот этот законопроект хорош тем, что он сейчас как-то начал будировать среду, да, и, может быть, если мы действительно добьемся того, что он будет обсуждаться в достаточно открытом режиме, он задаст такой вот, извините за научное слово, дискурс, да, публичной мысли, да, дискуссии всей. То есть мы будем знать направление движения, будем обсуждать это для того, чтобы вырабатывать оптимальные решения. И я сразу оговорюсь, значит, что с моей точки зрения в названии закона уже содержится неточность, которая способна, может быть, погубить на корню всю эту дискуссию, а именно о регулировании сегмента Российской Федерации в сети интернет. Мы ранее обсуждали проблему трансграничности интернета. Так вот, с моей точки зрения, это уже подход неконструктивный. Невозможно вычленить тот самый российский сегмент сети интернет в этом безбрежном море, который именуется интернет, взаимосвязанном, взаимозапутанном. Не буду сейчас приводить все эти примеры по поводу того, что данный домен там хостится здесь, владелец его там и так далее. Дело не в этом. Вот если мы ограничимся сейчас вот такими рамками нормального полноценного закона, у нас не получится. И последнее, что я хотел сказать. Очень хотелось бы, чтобы авторы этого законопроекта, конечно, руководствовались передовой практикой, а именно теми самыми принципами, которые, скажем, отработали несколько или разработали несколько очень весомых организаций, солидных, таких как, например, Совет Европы, основные принципы управления интернетом. Вот если они будут включены, в том числе принцип участия всех заинтересованных ключевых сторон бизнеса, профессионального сообщества, собственно, сообщества пользователей, гражданского общества и так далее. Я думаю, что при широком обсуждении тогда может получиться очень неплохая бумага. Вот директор РАЭК Российской ассоциации электронной коммуникации Сергей Бугутаренко, наш с вами общий знакомый, сказал в интервью газете РУ, Наша позиция такова, мы против отдельного закона об интернете, хотя за принятие поправок различные законы, касающиеся отрасли. Эта мысль часто высказывается людьми из интернета. Как вам она, Илья? Я с ней в принципе согласен, да, потому что меня, например, заботит вопрос защиты авторских прав. Меня заботит работа электронных платежных систем, например. Да, и в целом персональная ответственность от отдельно взятых пользователей, кстати, я думаю, что закон направлен по большей мере на это, а в этом плане очень легко вычленить людей, потому что они находятся на территории Российской Федерации. Это, в принципе, вещи-то правильные. А это вопрос правоприменительной практики. Хочу обратить на ряд моментов вашего внимания, вашей внимания наших слушателей, на то, что по информации той же газеты РУ разработкой новой версии закона руководит экс-министр связи Игорь Щеголев, который работает теперь помощником президента по высоким технологиям, не помню точно, как называется, должность. Но вот вообще источник этого закона администрация президента. Почему-то это делается в таком, ну, если не тайне, то, во всяком случае, тумане это происходит. И есть реальное впечатление, что у тех, кто занимается законом, есть желание с ноги готовый документ пропихнуть через Госдуму. И, видимо, это что-то будет не очень согласованное с людьми, которые, собственно, в отрасли и работают. Так же, как было со 139 ФЗ, я думаю, что именно это вот и как бы... То есть ту практику-то и опасаются, по сути. Мы пытались связаться с Робетом Шлегелем, у нас была предварительная договоренность о том, что поговорим в прямом эфире, но он не берет трубку. Видимо, наша дискуссия не понравилась, если еще какие-то причины есть. Ну, будем надеяться, что у Роберта есть более такие важные государственные дела, которые сейчас не позволяют ему и так далее. Но я хочу сказать, вы знаете, дело в том, что действительно, если принимать такой закон, то без участия профессионального сообщества, как минимум, и гражданского общества не обойтись. И я думаю, что вот зная Роберта, неплохо зная Роберта, я могу сказать, что он открыт диалогу. Я надеюсь, что если такой диалог будет, и мы будем вместе работать, действительно, может получиться неплохой кусок законодательства. Хотя я разделяю вот эти вот сомнения или там опасения относительно того, что, в принципе, возможно ли создать некий рамочный закон, который охватил бы, ну, абсолютно все, да, комплексные, вот этот комплексный закон, все, так сказать, измерения интернета. Это вопрос. В том числе и на будущее, да. Наверное, но вместе с тем мы должны понимать, что должны быть некие базовые принципы, на основании которых, скажем, правила игры, на основании которых государство, с одной стороны, и достаточно широкая масса интернет-пользователей и гражданское общество могли бы сосуществовать вот в этом поле, опять же, не назову его российским сегментом сети интернет, назову его интернетом. А у меня вот есть замечание, на самом деле, очень интересная вещь сейчас. Десять секунд. Да, 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 очень вещь интересная, вы сейчас сказали, что это закон, регулирующий отношения государства и людей. На самом деле, должно быть не так. Государство разрабатывает закон для того, чтобы регулировать отношения одних людей с другими людьми. Готов согласиться. Вот только для этого надо сделать. Готов согласиться, поправка принята. Хорошо, в общем, посмотрим, как будут вызываться события. Есть два пути. Либо появляются новые вещи к закону, которые существуют, либо отдельный закон. На этом все. Программа «Родинать сегодня» слушает нас каждый понедельник. Всего доброго вам и пока. Продолжение следует.